Ас-саламу алейкум ва рахматуллохи ва баракатуху. Мир вам, милосердие и благословение Всевышнего Аллаха. Кадыр Маликов, специалист по исламскому праву. В 2001 году окончил University of Jordan по специальности «Исламская юриспруденция». В 2005 году – University Complutense de Madrid по специальности «Управление конфликтами и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии». Уважаемые телезрители, к нам на передачу приходят различные вопросы, и первый вопрос, на который мы хотели бы ответить, звучит следующим образом. Ас-саламу алейкум. Пожалуйста, просветите нас относительно чтения Курана на кладбище, так как есть мнение, что чтение Курана на кладбище является нововведением, беда. И это порицается, и это запрещается. Итак, я хотел бы ответить тем, что существует ряд хадисов, и это не один хадис, а ряд хадисов, то есть высказываний нашего пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, об разрешении чтения Курана на кладбище и посвящении, вознаграждении от чтения Курана душе умершего. Один из хадисов звучит следующим образом. Абдулла ибн Омар передает, я слышал, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Когда один из вас умрет, не задерживайте его, то есть не задерживайте тело, не держите тело, несите его скорее к его могиле, то что мы и делаем, когда несем тело покойного. Несите его скорее к могиле и читайте у его изголовья, то есть у тела, открывающую книгу, то есть суру фатиху, и у его ног конец бакары над его могилой. То есть это один из хадисов, в котором говорится о том, что разрешается чтение Курана непосредственно над могилой и также перед телом усопшего. Хадис следующий указывает о том, что разрешается чтение что-либо из Курана, а именно суры фатихи, над могилой, потому что сама фраза фи кабрихи, над его могилой, означает именно чтение на кладбище, уже после того, как тело предано земле. В следующем хадисе наш пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал То есть это означает, кто войдет на кладбище и прочитает суру ясин, в тот день будет облегчено. То есть мучение могилы им, обитателям могил, и будет им, то есть человек, которому мы читаем ясин, записано хороших дел соответственно количеству людей на нем, то есть на кладбище. Также здесь передатчики, вот в сборнике имама Ахмада, ибн Маджа, ибн Абудауда, передают именно следующие слова нашего пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, о дозволенности чтения Курана на кладбище. То есть читайте ясин, сура ясин, своим усопшим. Я так скажу, что также будет, наверное, польза от чтения сур Фатихи, Бакара, да, от начала до фразы, например, Муфлихун. А также можно прочитать аятал Курси, можно прочитать суратуль Мульк, такасур, три раза, например, Фаляк, Нас, Ихлас. И после этого возносится молитва, непосредственно молитва за душу усопшего, то есть посвящение, чтение Курана, данных аятов Курана или суры, душе умершего, как салаб, как вознаграждение. И Аллах в Аллаху алям, и Аллах лучше знающий, да. Здесь так поступает не один даже вопрос, а много вопросов о том, что некоторые думают, что чтение Курана, допустим, непосредственно над могилой умершего является мокрухом, нежелательным. Некоторые даже называют это чуть ли не ширком, да, идолопоклонством или поклонению могилам и так далее. Нет, в исламе самое главное намерение. Аль умуру бимакасидуга, да, то есть намерение, если человек идет на могилу непосредственно для того, чтобы прочитать Куран, посвятить определенные аяты Курана, как вознаграждение душам усопших, то это не возбраняется, это наоборот хорошо. Ведь есть знаменитый хадис, где наш пророк, салаллаху алейху ассалям, в начале ислама запрещал посещать могилы, потому что в начале ислама умма, верующие, да, были слабы еще иманом, то есть понятие единобожие утверждалось. Но после этого, как только иман укрепился в сердцах верующих, понимание поклонения только Аллаху, то после этого пророк, салаллаху алейху ассалям, наоборот сказал, и посещайте могилы, потому что посещение могил, кладбищ, это мысли о смерти, и мысли о смерти, она очищает наши сердца от привязанности к мирскому миру. То есть, постоянно мысль о смерти, она заставляет человека задуматься о том, что и каждый из нас вкусит смерть и переживет опыт смерти. В Коране Аллаху ассалям говорит, и каждая душа вкусит смерть. Но здесь речь, еще раз говорю, идет о том, что наш пророк, салаллаху алейху ассалям, сказал, икрау ясин аля маутакум, то есть читайте суру ясин вашим умершим, усопшим, да. Я так скажу, что если мы рассматриваем толкование этого хадиса, да, то многие современные и кто был до нас улемы, ученые, имамы, говорят о том, что суру ясин читают помимо то, что человек, когда находится при смерти или в агонии смерти, также читают ясин для облегчения исхода души из тела. Но здесь, в данном хадисе, говорится икрау ясин аля маутакум, читайте ясин именно умершим из вас. То же самое я хочу сказать, что в хадисе сказано усопшим, и не говорится, допустим, умирающим, которые еще живы, и они находятся при смерти, да, или лежащим на смертном одре. То есть слово усопши употребляется в арабском языке маутакум, маут, смерть, как уже то тело, которое покинуло душа. То есть в этом случае, я говорю еще раз, что само употребление слова маутакум означает разрешение чтения Курана с посвящением вознаграждения хасанат умершему, душа умершего, уже после смерти. То есть поэтому разрешается чтение Курана и посвящение умершему. Я хочу еще сказать о том, что есть очень много хадисов, риваятов, а также дел, амалюс-сахаба называется, да, или таби'ин, то есть дел тех или примеров дел тех, которые были уже из подвижников нашего пророка Мухаммада, а также поколений после и после, да, которые именно также не отрицали и также показывали или дозволяли чтение Курана на кладбище, да. Я так скажу, что, наверное, одна из таких больших мудростей чтения Курана это то, что через чтение приносится облегчение, определенное облегчение, и оно востребовано для любого человека, как и для умершего, так же и для живого. Я так скажу, что имам Ахмад сказал, почтенные шейхи говорили, когда читается ясин для усопшего, ему дается облегчение, да, то есть такое действие, я так бы сказал бы, чтение Курана и посвящение его душе умершего, оно приветствуется. Тем более, если есть сунна, когда мы посещаем кладбище, то мы обычно как бы даем салам, да, умершим, говорим Ас-саламу алейкум мин ахли диаре, да, Ас-саламу алейкум, мир вам, обитатели этого дома, да, то есть кладбище, да, мин аль муслимин валь муслимат, из числа верующих мусульман и мусульманок, да, инна илейкум ля хикун, и поистине мы последуем за вами. Если это дуа, да, то это читается как приветствие, и это как дуа, она идет на пользу, как приветствие, как дуа, на пользу умершим, то разве Куран, который стоит намного выше, чем просто дуа, да, разве он не достигает пользы, не приносит пользу тем, которые ушли уже, да, поэтому всем, наверное, известно, что на место, где просто даже читается Куран, Аллах Субхану Аталла посылает сакина, то есть как бы спокойствие, да, и мир, и милосердие. И такое же милосердие Всевышнего Аллаха после чтения Курана снисходит и на души тех, которые умерли. И поэтому в хадисе, который я привел ранее, где наш пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалам сказал, кто войдет на кладбище и прочтет суры ясин, в тот день будет облегчено, то есть мучение могилы, им, обитателям могил, и будет ему записано хороших дел, соответственно, количеству людей на нем, на кладбище, да. И здесь очень важный момент. В данном хадисе говорится о том, что «Хуффифа ангум яумаидин» и будет облегчено в тот день мучение могилы им, обитателям. Это очень важный момент. И поэтому, конечно, мы видим, что среди нашего народа, в нашем обществе сложилась традиция, то есть наши обычаи посещения кладбищ и чтения на кладбище Курана с посвящением салаба, вознаграждения от чтения той или иной души умершего. Поэтому здесь нету разногласий в том плане, что улемы шафиитского масхаба говорили то же самое, что воздаяние есть за чтение Курана, она достигает усопшего, да, вот, если чтец попросит об этом Всевышнего Аллаха. Также я хотел бы ответить, что наши имамы, наши последователи ханафитского масхаба говорили о достижении воздаяния за чтение Курана, да, как усопших, так и живых. И в первую очередь, завершая сказанное, я хотел бы сделать одну очень важную ремарку. Самое главное намерение. Если вы идете на кладбище читать Куран, то вы должны иметь твердое намерение поклоняться только Аллаху и просить только Аллаха. То есть, когда мы читаем Куран и посвящаем ту или иную суру, как вознаграждение душе умершего, то мы все это просим у Аллаха, потому что Аллах, Он вознаграждающий, Он есть Господь всего сущего. Ни в коем случае это запрещается, это считается язычеством, ширком, предание Богу соучастника, если человек идет на кладбище, допустим, читать Куран, но на самом деле, допустим, делает дуа и просит не Аллаха, а душу умершего помочь ему. Ни в коем случае ни в сердце, ни языком нельзя говорить или просить душу умершего, там арвах колдосун, арвах берсинь, да, и так далее. Это считается сильнейшим грехом. Когда мы посещаем кладбище, мы должны быть очень осторожны в намерении и в словах. Мы просим только Всевышнего Аллаха. Ни в коем случае нельзя, допустим, просить умершего или поклоняться, или подносить умершему душе умершего и так далее, потому что все это, естественно, считается ширком, предание Богу соучастника. Есть еще один вопрос. А что ждет душу умершего после смерти? Так вот, одно из, конечно, убеждений мусульман Ахль Сунна, то есть мусульман суннитов, является вера в загробную жизнь, да, что после смерти человек, его душа, человеческая душа, она не умирает, умирает тело, а она переходит в другой мир. Вот этот другой мир, жизнь загробная, она называется барзах, или хаятуль барзах, жизнь загробная. То есть это мы верим в то, что после смерти каждого, каждого человека ждет так называемый могильный допрос, и также ожидает определенные наслаждения для праведника или определенные наказания для грешников, да, а также мы верим в то, что в судный день люди будут воскрешены и телесно предстанут перед Всевышним Аллахом. То есть их дела, людей, будут взвешены на весах. Люди пройдут по особому мосту, сырат называется, да, и грешников после этого будут ждать вечное наказание в аду, или вечное, и для праведников вечное вознаграждение, воздаяние в раю. То есть таким образом мы, мусульмане, верим в жизнь загробную, в мучение, в воздаяние в этой жизни, в загробной. То есть либо мучение, либо наслаждение до судного дня. Мы верим в судный день. Мы верим, что будет воскрешение в судный день. И после этого люди будут судимы Всевышним Аллахом и обретут либо вечную жизнь в наказании в аду, или вечную жизнь в раю. То есть это является как бы очень важным моментом. И здесь такой момент. Мы, мусульмане, также верим в то, что воскрешение в судный день будет телесное, не души. Я имею в виду, что некоторые, например, говорят о том, что воздаяние за дела, за хорошие или плохие, и так далее, в раю или в аду будут якобы душевными муками или душевными наслаждениями. Нет. Согласно нашему вероучению суннитов Ахль Сунна Вальджама, часть грешников из числа верующих может попасть в ад. При этом после того, как они искупят свою вину, они будут введены навечно в рай. Потому что у нас есть так называемое определение веры. И некоторые задают вопрос, как нам относиться, допустим, к тем большим грешникам, которые, являясь вроде бы мусульманами, верующими, говорят, что Бог есть, то есть они не атеисты, но при этом совершают малые и тем более большие грехи. Кто они? Да. Согласно нашему традиционно исторически закрепившемуся пониманию ислама в Центральной Азии, то есть это ханафитский масхаб, акида матуридия, вера определяется следующим образом. Что вера – это убежденность сердцем в истинности всего, что передал наш пророк Мухаммад, а также подтверждение на языке. То есть иман – вера, когда человек верит в сердце убежденном и подтверждает языком, если у него есть возможность это подтвердить. Он является мусульманином, если даже его дела не соответствуют его вере. То есть я приведу пример, когда к нам обращаются, допустим, люди, и один из примеров – пришла женщина и говорит о том, что ее сын до этого вел полностью светский образ жизни, потом, значит, пришел к вере, родители очень радовались такому положению дел, и в один день, значит, приходит ихний сын и заявляет о том, что его родители, они неверующие и каферы, да. То есть он в жесткой форме обвинил их в неверии и в том пране, что он от них отрекается, от своих родителей. Почему? Потому что родители, ну, не исполняют молитву, не держат урозо, но при этом мать говорит то, что она сама признает, что есть Господь Бог. Она верит в ислам, она свидетельствует, говорит кельме, да, вот, но при этом, как принято во многих, допустим, светских семьях, не соблюдается определенной нормы, да, ислама. То есть в этом случае как бы происходит такая вот трагедия и конфликты, которые приводят к очень печальным последствиям. Я скажу так, что согласно нашему традиционному, еще раз говорю, пониманию, да, веры и иман у Ахль Сунна Вальджама, именно у нашего ханафитского, можно сказать, масхаба, определяется как вера сердцем и подтверждение языком. Если человек не читает намаз, при этом совершает даже большие грехи, но он уверовал сердцем, признает и подтверждает это на языке, что Аллах един, что его пророк последний, Хатему-ль-Анбия, Мухаммад салаллаху алейхи вассалам, то он является верующим мусульманином. Даже если таких называют грешниками или, допустим, нечестивцами или, допустим, чуть-чуть невежественными, ни в коем случае запрещается кого-либо обвинять или выводить из ислама. Мы должны понимать, что 70 лет атеизма, и большинство населения находится и находилось в неведении или в невежестве. И поэтому есть такое понятие, как узур бильджагаля, то есть причина по неведению. Если человек не знает или он еще не пришел к вере, нельзя его в чем-либо обвинять или грубо относиться. Очень много, к сожалению, таких примеров, когда, к сожалению, дети обвиняют своих родителей или очень в грубой форме относятся к своим родителям, даже те, если не исполняют определенные религиозные догматы. То есть это все запрещается, потому что определение веры согласно нашему так называемому традиционному пониманию ислама является именно вера в сердце и подтверждение языком. Мы четко разделяем между понятием веры и неверия и пониманию больших грехов. Если человек действительно не верит сердцем и подтверждает это языком, то он является, естественно, атеистом и так далее. Но если человек верит, подтверждает языком, то он, согласно исламу, является верующим. Ему читается джаназа, ему читается Куран, его свидетельства принимаются. Если даже он является большим грешником, он признается полностью верующим мусульманином. Есть также хадис, который указывает на данное понимание, что среди мусульман также могут быть грешники и большие грешники. На это указывает хадис, который находится в Мединской мечети нашего пророка Мухаммада, салаллаху, алейхи вассалям. В хадисе сказано следующее. Поистине я буду заступником в судный день для больших грешников, кто делал большие грехи, тяжелые грехи, из моей уммы, то есть из числа мусульман. И поэтому я так скажу, что когда человек, согласно нашему пониманию и трактовке веры, совершает какие-либо большие грехи, то, согласно нашему пониманию, вера человека, она не уменьшается и не увеличивается. Она статична, потому что Аллах дал веру, то есть дал хидая, уверовать человеку, и это дается. Но если вера есть, либо ее нет. Другое дело, могут увеличиваться, я бы сказал, или уменьшаться так называемая глубина веры. Многие из вас замечают, когда мы говорим, допустим, о смерти, когда мы говорим о загробной жизни, когда мы говорим о каких-то высоких материях духовных, то у слушающих также повышается вера. То есть это называется, повышается глубина богобоязненности. Но когда мы, допустим, находимся в дурной компании или подвержены определенным, так сказать, весельям и так далее, мы забиваем и впадаем иногда в такие мелкие грехи, то наоборот вера у нас как будто падает. На самом деле вера остается. Другое дело, что это отражается на глубину самой веры, то есть на богобоязненности. И поэтому человек, который верует сердцем, подтверждает свою веру на словах, но у него нет дел, то есть он не совершает обязательную молитву или обязательный пост в месяц Рамадан по причине такассуля, то есть по причине, допустим, лени или невежества, или говоря, я потом, завтра, завтра или после 40 лет начну читать, например, молитву и так далее. А такой человек признается и является верующим. Другое дело, что с него будет спрос. Но если кто-то верит сердцем, подтверждает это языком, но отрицает, отрицает, что намаз обязательный или урозу обязательно, то есть опасность выйти из веры. Почему? Потому что он отрицает одни из пяти столпов ислама. И поэтому здесь очень важно понимать. Никому не разрешаются обвинять кого-либо в неверии или в грехах. Аллах сам лучше знает. И поэтому я так скажу. У нас в обществе, допустим, в нашем обществе считается, если официально смотреть, некоторые говорят, 85% мусульман. Это не значит, что все 85% читают намаз или посещают мечеть. И эти 85% признаются мусульманами, так как они говорят на словах, что они веруют в Бога и принадлежат к исламу. Такими они и признаются, мусульманами. Но те, кто исполняет или практикует, возможно, очень маленький процент. Может 4, может 5, а может и 2% всего лишь. И поэтому в этом случае нельзя кого-либо обвинять в неверии или относиться с обвинениями или грубостью. Потому что согласно нашему традиционному пониманию трактовки, что такое вера, вера, то есть согласно нашей трактовке пониманию веры, и все те, кто сердцем уверовал и подтвердил это словами, признаются и считаются верующими. На этом мы завершаем нашу передачу. Ассаламу алейкум варахматуллохи ва баракату. Ассаламу алейкум варахматуллохи ва баракату.